Профессионализм Нужно быть просто чуть лучше, чем все остальные Не нужен никакой триумф Достаточно быть лучше, чем все остальные А так как у нас, простите Население нашей страны и ближайших государств Не говоря уже о далеких Стремиться вниз по всем параметрам То быть чуть лучше других Становится все проще, проще и проще Вот как Олег Петрович приведел пример с телохранителями Вам не нужно уметь стрелять на лету Держать пистолет в зубах или что-то в этом роде Нет Вам необходимо делать свою работу лучше, чем киллер Всего лишь на все Быть лучше, чем те, кто на вас нападает Вот и все Это достаточно вполне Надо быть гипермастером, понимаете Нужно быть просто лучше, чем те, кто перед вами А это легко достигается Лучше тех, кто среди вас Это тот самый признак Принцип, которого следует придерживаться Причем большинство профессионалов Когда они уже стали профессионалами Они признавали, что на начальном этапе Они вообще не думали, что будут заниматься этой деятельностью Многим она даже как-то и не нравилась Вот есть даже пример Мы рассматривались в ряд Домега С корен Здесь это очень яркий пример То есть изначально человек не просто выразил Он не хотел там заниматься разведкой Или еще чем-то У него даже мысли не было по этому поводу И когда уже была поставлена задача Он выразил некое сомнение Сказал, трусоват я от природы Ну, в дальнейшем мы, конечно, объяснили Как обстоят дела И что сказанное будет сделано Ну, вот по сути Партия сказала, надо Комсомол ответил, есть Как бы, да Но факт остается у факта Что Леонов очень грамотно и ярко описал эту стадию Как бы Человек-литературовед То есть, как бы, гейная немецкая Ну, литература, как бы, специализация Да, то есть, человек Никогда в жизни не хотел, как бы, заниматься Ничем подобным В интуристе-переводчиком работал Да, тут вызвали в Комсомол, блин И отправили в разведшколу, да Потому что язык знал Да, то есть, никто там В психологию особенно не вникал Знаешь, немецкий вперед, как бы, да Вот, но по сути, мы точно можем сказать Что Скорин добился невероятных результатов Да, он определенно профессионал Но что-то ему привело к этому профессионализму И мы, конечно, не всех вещей видим там В книге, в фильме Но, тем не менее, мы точно можем сказать Что был человек Который посадил его перед собой И объяснил ему некую философию В судьбе против профессионализма Всегда побеждает профессионализм Запомните, да? Когда судьба против профессионализма Профессионализм всегда побеждает Потому что профессионализм Это диапазон, который можно двигать А судьба нет За вас все предрешено, понимаете? То есть, судьбу нельзя двигать То есть, это не игрушка Которую можно передвигать влево-вправо, понимаете? Еще неизвестно, чем это все закончится, понимаете? Поэтому профессионализм это вещь, которую вверх можно двигать А судьба нет, судьба это рельсы Вы их не передвинете, как рельсы идут, так и идут Поэтому когда встречается судьба и профессионализм, всегда побеждает профессионализм Да, и как говорил в свое время Попов Он говорил, что вот этот профессионализм, он шикарный амортизатор судьбы То есть что бы вам там на роду написано не было в судьбе, да? Масса профессионализма может поглотить это, вы даже не заметите, понимаете? А, простите, если у вас этого нет, то судьба вас может привести в автокатастрофу Или что куда-то угодно, там дорогу будете переходить, вас собьет машина Вот и судьба, понимаете, да? Вроде все было хорошо, но вот пример самый простой Возьмите вот этого актера, который в «Братья» играл Бодров, вот судьба На пике славы поехал фильм снимать и пропал Вот судьба Ну если бы вот такую подушку профессионализма справа поставить, да? Дай бог жив бы был, понимаете? Сын Брюса Ли, Брандон Ли Тоже судьба, какая уж звезда была, бля, Брандон, да? То есть как бы его обожали просто, красавчик и так далее и тому подобное Координированный Ну пластика, техника идеальная просто Съемки фильма «Ворон» Трагическая гибель Непонятно при каких обстоятельствах, да? А была бы подушка профессионализма и закрытые аспекты, да? То два против одного пересилила бы правая сторона Дай бог бы жив остался, понимаете? И таких примеров в жизни можно привести что? Масса Поэтому когда у вас там триумфальная судьба, а вправо Аспекты шатаются, а простите, профессионализм не растет, да? Вам все легко дается, вы триумфатор Чик-чирик И все, и нет ничего Когда мы говорим о профессионализме, вот этого рвения То есть у профессионализма вверх бесконечность, понимаете, да? Но она, нужна ли она, эта бесконечность? Вот вопрос Или достаточно просто быть чуть лучше, чем остальные И ведь то же самое, при том, что Вы можете там в субботу, воскресенье и выше двигаться, понимаете? Ну вот возьмите Бубку Помните знаменитый украинский прыгун? Я же говорил Он там на тренировках из 7 метров чем-то прыгал А на соревнованиях 6 с чем-то, 6 с 19, я уже не помню там, мировой рекорд Но этого достаточно для того, чтобы 18 лет не сходить с пьедестала, понимаете? И не надо прыгать 7, понимаете? Да, 7 бы было круто, понимаете? 7 бы было вообще, о-о-о! Ну не надо 7 Надо ровно столько, чтобы получить что? Золотую медаль Ровно столько, чтобы была вот такая золотая медаль на шее Как бы Как бы